Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука, 22 февраля. Сегодня суббота, я не собиралась снимать вот этот выпуск, ответы на вопросы. Сейчас ко мне внука привезут, который потом не даст ничего мне делать. Но начиная читать комментарии, я увидела один комментарий, не ответить на который я не могу. Но в первых, в самом начале хочу поблагодарить, я сегодня утром открыла. И вот вчера снимала видео моему каналу 3 года, принимаю поздравления. Открыла свой канал, свои комментарии, чтобы какие-то важные вопросы актуальные выбрать. Увидела очень-очень много поздравлений, более 4 тысяч. Я очень рада, у меня так поднялось настроение, спасибо вам всем. Вы меня прям правда очень так же стимулируете, как я вас, так и вы меня. Но потом я дошла вот до этого комментария Ирины Беловой, и немножечко у меня настроение ухудшилось, потому что у человека проблема. И хотя я не хотела сегодня ничего записывать, хотела немножко убраться, чтобы внука ждать, отложила все дела и решила ответить вот в форме ответа на вопросы на комментарии Ирины Беловой. Потому что, возможно, такие проблемы сейчас у многих, просто не все пишут так подробно, некоторые вообще не пишут, один на один бьются со своими проблемами. Я даже сняла маленькое видео, в котором показала свои томаты, где у меня тоже там 2-3 сорта не взошло, и объяснила, в чем причина. Я сейчас прочитаю весь комментарий, я думаю, ответ будет и комментарий, ответ полезно послушать, особенно новичкам. Ирина Белова пишет, здравствуйте, Ольга Павловна, посмотрела ваш ролик, почитала комментарии, и задаю себе вопрос, почему у меня такая плохая всхожесть ваших томатов, земля, как у вас сделана по вашему рецепту, посеяла 5 февраля, появились 15-го. Это 10 дней, считаем. 10 дней это много для томатов, да. Это все толстоногие, низкорослые, не толстоногие, тоже посеяны 5-го, а всходы появились 19-го даже. Это, считаем, 14 дней, полмесяца. Это очень много, это вообще критически для томатов, это я от себя добавляю. И все выходят недружно, глубина одинаковая, полив такой же, как у вас. В общем, все сделано пошагово за вами, подчеркиваю, вынесло на холод, как вы сказали, 14-15 и так далее температура, и томаты мои просто легли. Мне пришлось их занести опять, где температура 18 и более, выходят все с шляпами. Я их уже примачиваю, чтобы шляпы слетели, но они висят, и у меня такого никогда не было. Не знаю, почему так все происходит, жалко будет, если все так будет сходить, и деньги на ветер. Нет, я вас не виню, просто помогите мне делать сортов очень много, я у вас заказала, будет жалко, если все пропадет, сос, помогите. Я вот написала коротенький-коротенький ответ, что если бы долго всходил один или два сорта, это было бы неудивительно, но если сорта все всходят долго, и то, что полегли, удивляет. Но я, так как писать долго, печатать это проблематично, я сейчас на словах отвечу намного подробнее, и чтобы другие люди тоже понимали, как мы можем разделить проблему, кто виноват, если семена не всходят, или мы виноваты, или семена виноваты. Меня вот, как в комментарии, не хватило информации, была ли предпосевная обработка, потому что я много раз говорю, иногда мы делаем такую предпосевную обработку, что семена томатов не всходят вообще, даже у меня был горький опыт, года три назад, что ли, всегда же раньше водкой дезинфицировали семена в деревнях, потому что не было никаких фунгицидов, и я вот думаю, о, ну что, бабушкин метод, как снова в жизнь воплачу, водкой продезинфицировала, и у меня те семена, которые я дезинфицировала, именно водкой не взошли вообще. Оказывается, значит, у нас сейчас, купила в магазине вот простую маленькую бутылочку, 200-граммовую, значит, у нас в магазине сейчас продается такая водка, что она убивает даже семена, все живое там, ну, наверное, паленка была. И вот этот горький опыт, я всегда, когда люди пишут, что я вот тем-то обрабатывала перед посевом, тем-то обрабатывала, я уже многим говорю, что я теперь даже боюсь делать предпосевную обработку, поэтому предпочитаю просто сухими семенами сеять в мокрые дорожки все, про предпосевную обработку, вот мне не хватило информации, была или нет, и еще мне вот, где же тут написано, так, про полив-то, а, глубина одинакова и полив так же, как у вас. Вот полив так же, как у вас, я сомневаюсь, что заочно можно повторить такой же полив, например, как делал другой человек. Смотрите, первое, что мне бросилось в глаза, это то, что они сидели, ну, непозволительно долго, 10-14 дней томаты могут просидеть, но только в сухом грунте. И то, что они взошли все в шапках, вот это те факторы, которые указывают на то, что им не хватает влаги, они, значит, семенные коробочки не намокли, раз они не сбрасываются, они не разбухли, и семена вовремя не проснулись. Но это мое заочное решение, я сразу скажу, Ир, что заочно мало кто вам определит точно на 100%, почему у вас такая ситуация, потому что тут надо знать все, чем обрабатывали грунт, чем обрабатывали перед посевом томаты, действительно, на какую глубину вы посеяли, потому что вы пишете, что глубина одинакова, но какая глубина одинакова, это неизвестно. Я иногда, которые очень дорогие семена, прям почти не заглубляю, семя почти видимо, и когда росточек, уже петелька показывается, только тогда я их присыпаю, потому что можно засыпать семена, что будут долго сидеть, а если еще суховатый грунт, потом полив такой же, как у вас, я не знаю, как вы поливали, может быть, вы буквально поняли меня, что грунт я не поливаю во время посева, только дорожки, и после посева я тоже не поливаю, я много раз это сказала, и какой-то человек может буквально воспринять, что я вообще сею в полусухую землю, но я сильно проливаю дорожки, я прям втыкаю эти семена прям в грязь, в жижку, и они у меня там сидят в комфортных условиях, прям вот в воде, они набухают моментально, на третий, на четвертый день они сразу появляются, и шапок у меня почти не бывает. То, что мои семена взошли с шапками, все в шапках и долго, это уже, я вот, как возьму на себя смелость высказать такое предположение, это уже меня наводит на мысль, что, возможно, грунт был недостаточно увлажнен, но все на это показывает, и то, что долго сидели, и то, что они в шапках. Так, это разобрались. И еще я вот в видео, в конце этого ролика видео прицеплю, и вы посмотрите, я там уже объяснила, что если в лотке, ну в одном лотке, или в одно время одни руки посадили много сортов, и не взошел один или два, вы можете смело сказать, что виноваты семена, потому что, ну вот если вы сеете, я, например, посеяла иностранцы, все в один лоток, одними руками, с одним увлажнением, на одну глубину, и два сорта не вылезли. Ну, такое бывает, два сорта, значит, оказались слабые семена, или, ну, что-то с ними не то. Но если вы высадили много сортов, несколько, там, 5, 6, 10, вот у меня до 30, и если бы не взошли они все поголовно, или сидели бы 14 дней все, а вышли бы все в шапках и очень долго, я бы уже точно знала, что виновата в этом я. Ну, не я, как, а все мои действия предпосевные. Это значит, я их не увлажнила, это значит, я их глубоко закопала, это значит, может быть, ну, короче, все вот эти действия, или, значит, чем-то обработала в предпосевной подготовке, что так их пришпарила, что они еле-еле проснулись. И вот мы должны взять это на вооружение, и особенно начинающие, и научиться определять, кто виноват в том, что у нас томаты не всходят или всходят очень долго. Запомните, если из нескольких сортов не выходит один, виноват однозначно семена, сорт. Если из многих сортов долго лежат все, плохо всходят все, шапки не сбрасывают все, значит, точно виноваты вы. Значит, вы такие условия им создали, что, ну, как бы замедлили все это, весь этот процесс всхода. Скорее всего, им не хватило влаги. Это мой вывод. Извините, если я не права. Но больше тут никаких причин нет. Так, дальше идем. Вот про то, что они полегли. Вот это меня вообще очень удивило, что 14-15 градусов вы вынесли, и они просто полегли. Эта температура 15 градусов, это она комфортная для томатов. Люди при 8 градусах, вот мужчина вчера писал, он в холодильник даже ставит, чтобы они не вытягивались, при 4 градусах держат. В том году, помните, я показывала, до 1 градусов теплица иногда опускается, до 2 градусов они не падают при такой температуре. И то, что они полегли, возможно, вы очень резко, может быть, они стояли в теплой температуре, а вы вынесли резко и надолго. Тут при первом таком, как выносе на холод, нужно тоже все равно соблюдать меру. Первый раз я вот выношу на час всего, потом на 2-3 часа. Но у меня, не знаю, такого ни разу не было, меня очень удивляет, что температура 15 градусов может как-то негативно повлиять на томаты. У меня вот они сейчас стоят, подошла как 12-13 градусов ночью. Ничего. Все. Я надеюсь, что я вам хоть как-то что-то помогла, и вот мой совет все-таки, те всходы, которые долго, и те, которые в шапках, наверное, нужно влажность грунта вам отрегулировать. И как вы говорите, что вы их смачиваете, эти шапки, они все равно висят. Главное, чтобы они расщелкнулись с семидоли, пусть она, это даже у вас семенная коробочка висит, вы насильно ее не отцепляйте. Настоящие листья, если полезет, они все исправятся. Но мне очень странно, конечно, я вот и говорю, что очень редко бывает, чтобы все сорта дружно не взошли. Ну, такого обычно не бывает. Они же все разные. Они один какой-то посильнее, вообще даже по форме семян. Какое-то семя крупнее, какое-то мельче, какое-то вот сходит первое, какое-то чуть попозже, кто-то через 3 дня, кто-то через 5 дней. Но чтобы сидеть 14 дней, чтобы заставить их там оставаться 14 дней в земле, это, ну, у меня есть такое выражение, это ручку мы сами приложили, иногда сами ручки прикладываем, для того, чтобы они сидели долго. Меня, конечно, волнуют все вот эти вот комментарии, как Ирины, не из-за того, что это мои семена. Я знаю, что многие сейчас пишут, что семена всходят очень хорошо и на второй, и на третий день. Но бывают осечки, и нам главное выяснить причину этих осечек. Не всегда это семена, но и не всегда это наша вина. Я говорю, вот у меня один сейчас сорт не вышел, юсуповский. Это ясно, что уже не моя вина при посеве, потому что весь лоток вышел, а юсуповский нет. У меня в прошлом году так было. Все взошли, а русские колокола не взошли. Потом, когда я начала расковыривать, я поняла, что там вообще нет семян, и потом я нашла пометку, вспомнила, что я этот пакетик с семенами во время посева не нашла, и хотела досеять позже, а потом просто забыла. И долго ждала, я их полмесяца заждала, они когда взойдут, они и не взошли. Бывают вот такие казусы, но это может быть только у меня, потому что я сею много, иногда забываю, что посеяла, что не посеяла. И желаю вам, чтобы все ваши космонавты сбросили шапки, конечно, чтобы все было хорошо. В следующий раз, просто когда будете сеять, еще раз, постарайтесь контролировать, чтобы дорожки были сильно промочены, и не заглубляйте сильно, подождите петельки, потом можно всегда их подсыпать, даже вот в фазе появления вот этих петелек, если вы очень, как, неглубоко сделали, можно потом их еще сверху подсыпать, главное, чтобы они пробились наверх. Даже не знаю, что в таких случаях, как посоветовать, конечно, если бы это было вот здесь, у меня на глазах, посмотрела бы все, а заочно очень сложно определить. Все, вот на этом вопрос закончен, сейчас я еще, так, это все поздравления, еще раз говорю, что я очень благодарна всем, так приятно слушать, что люди, так, так, люди отзывчивые, все друг другу помогают, дают советы, и тут уже, знаете, на канале собрались люди, что не столько мои комментарии важны, тут уже со всей страны надают советов, и люди уже пишут на следующий год, в прошлом году почитала у вас в комментариях, сделала так, очень благодарна людям, вот как хорошо, ну, так, тут вот Наталья пишет, пусть сын поможет вам получить заслуженную серебряную кнопку, но, к сожалению, они живут все отдельно, видим все редко, им некогда, еще больше, чем мне, там дети маленькие, вот про бифтоматы, спрашивают, что такие, то бифтоматы, это крупные, нет, это не только крупные, Наталья, я вот будет, внука отправлю потом домой, я сниму видео про бифтоматы, это не только крупные, там есть другие характеристики, они должны быть обязательно многокамерные, они должны быть обязательно большого размера, да, и повышенное содержание сахара, про бифтоматы очень интересно, все расскажу, было видео, но сегодня я тороплюсь, сейчас внучка привезут, опять придется лошадью работать, ой, это горе, он, дело в том, что он меня ревнует к компьютеру, я вот сейчас тороплюсь снять вам видео, чтобы при нем не сидеть за компьютером, я когда сижу, уткнувшись, он как бы обижается, что я не с ним играю, а вот сижу, смотрю в компьютер, он этого еще ничего не понимает, ему надо, вот я же говорила, в ковбоев играть там или в полицейских, а мне, вот сейчас рука болит, Артур, мне лошадь изображать сложно, а я приловчилась, он когда стреляет, я паду, притворяюсь подольше мертвой лошадью, чем он пытается там говорить, ты у меня бессмертная, ты должна вставать дальше, идти, а я нет, я умерла, все, отдыхаю во время этого отлеживания, всяко вот приспосабливаешься, хочется и внуку угодить, не быть такой уж бабушкой, развалюхой, возить его все сложнее, ему уже 5 лет нынче, лошадь уже не выдерживает, но вот готовлюсь к пришествию внука, что только не сделаешь ради внучат и конем, хотела еще на один вопрос ответить, сейчас если найду, то отвечу, если найду, то просто так, ладно, все, я не нашла, короче, я, женщина писала одно, что написала в однокласснике про заказ, я, я ей ответила, но я всем скажу, что я сейчас в одноклассниках, каждый день не захожу, потому что просто времени нет, там же закидывают этими, вот сейчас будет поздравление с 23, с 8, там несколько сотен вот этих гифок, всяких поздравлений, репостят все, заходишь 200-300 сообщений, мне их нужно для того, чтобы одно письмо откопать, мне их нужно все прочитать, все прочитать, у меня нет времени, и поэтому, кто пишет на однокласснике, эти письма долго стаются нечитанными, сегодня или завтра обязательно прочитаю, но сразу говорю, что если у кого-то что-то нужно, на однокласснике лучше не писать, я до туда не могу никогда идти, и одна зрительница сейчас только что, мне тоже написала комментарий, но я где-то пролистнула, уже не могу теперь, хотела продать огород, но зашла на канал, заинтересовалась, снова захотелось заниматься огородом, появился интерес в жизни, и вот благодарит меня, и я так рада, когда появляются вот такие комментарии, кто уже совсем почти отказался от огорода, а нам больше заняться-то некоторым и нечем, ну я понимаю внуки, но у внуков тоже свои там школы, садики, у них своя жизнь, и мы у них эпизотически, в их жизни у нас должно быть что-то свое, и когда люди преклонного возраста, такого пенсионного пишут, что вновь появился интерес к жизни, это так классно, это очень хорошо, я вот говорю, что я сама себя спасла вот этим огородом, немножко как вытянула вот из этих, из болезней, накопившихся за годы труда официального, когда некогда было сходить в больницу, некогда было собой заняться, побольше таких комментариев, и я хочу, чтобы мы все, у всех у нас вернулся вот такой интерес к жизни, чтобы мы не продавали свои огороды, а покупали, у меня уже шальная мысль возникает, думаю, что ли еще садовый участок купить, потом думаю, ну куда ты, ты даже лошадью не можешь работать, внуков сил не хватает, еще какой-то второй огород, кто там будет пахать-то, я конечно отказываюсь, но это и значит, что жизнь продолжается, и вроде наступает какой-то второй период, когда ты уже хоть ты умом-то понимаешь, что ты уже не способна на второй огород, но у тебя вот в душе возникает такой энтузиазм, такие мысли, что да я могу, да мне еще надо, я и там еще посажу, это очень хорошо, и я вот в этом году, как я вчера вечером сидела, мечтала про Петра Первого, вспомнила, что он прорубил окно в Европу, а я вот насадив этих много экзотических, заграничных томатов, тоже приоткрыла маленькую форточку в Европу, вот ночь будем смотреть всех этих иностранцев, я дождаться не могу, у меня прям все, все ручки чешутся, охота их посадить и посмотреть, вот эти диковинные, разные редкие коррекционные сорта, будем свое окно в Европу прорубать, дел у нас очень много, огороды не продавайте, у кого нет покупайте, у кого нет возможности купить, на балконе создавайте, будем общаться с природой, будем, как у нас называются пенсионеры, как период доживания, мы не будем доживать, у нас не период доживания, у нас начинается второй такой период, еще намного ярче, чем первый, первой были работа и дети, некогда было всем этим, если честно, первая половина в жизни пролетела очень быстро, роды, декрет, работа, роды, декрет, работа, а сейчас свобода, растения, все, это не значит, конечно, что у нас нет проблем, но мы будем восстанавливаться в огороде, все, девочки, женщины, ну и мужчины у нас бывает, но мужчины обычно заходят к нам какие-то злые, и такие вот, не очень доброжелательные, мужчин все равно поздравляем с наступающим праздником, хоть они и злючки, хоть они и такие, как не без доли романтизма больше всего, всех с праздником, с наступлением сезона, все, до свидания, пошла одевать лошадь.